Итак, у нас есть 2213 рублей. На эти деньги нам необходимо наполнить корзину из непродовольственных товаров. Начнем мы с бытовой химии. Выбирать товары мы будем самые дешевые из расчета на одного человека в месяц. Мы возьмем два куска мыла. Одно хозяйственное, например, оно понадобится для стирки. Стоит оно 24 рубля 60 копеек. И один кусок самого дешевого туалетного мыла. Вот за 16 рублей. Также еще необходима зубная паста. Ищем здесь самый приемлемый по цене тюбик, чтобы не бил по карману. Например, вот такая упаковка зубной пасты 100 грамм будет стоить 20 рублей 80 копеек. Теперь нам необходимо выбрать шампунь. Учитывая, что у меня волосы довольно длинные, то мне на месяц необходима большая бутылка шампуня. Вот, например, здесь я вижу, что емкость в 600 миллилитров шампуня можно купить за 69 рублей и 70 копеек. Берем. Последнее, что осталось приобрести из бытовой химии, это порошок для машинной стирки. Напомню, для ручной на месяц мы взяли кусок хозяйственного мыла. Выбираем порошок. Пачка в 360 грамм на месяц. Думаю, ее хватит. На месяц мы взяли два куска мыла, хозяйственное для стирки и туалетное. Тюбик зубной пасты, шампунь, туалетная бумага, два рулона и порошок для стиральной машинки. Товары выбирали порой неизвестные, но самые дешевые. Итак, вот такой пакет из набора всей необходимой бытовой химии на месяц обошелся нам в 198 рублей 20 копеек. На оставшиеся 2014 рублей нам осталось подобрать обувь и одежду, естественно, по сезону, то есть зимнюю. Представим, что вот это средний статистический житель Краснодарского края. Пусть будет Светлана. Попробуем на эти деньги подобрать ей одежду. Итак, для нашей Светланы мы подобрали два комплекта нижнего белья, две пары носков, зимние сапоги, брюки и свитер. Это обошлось нам в 2520 рублей, то есть в изначально заявленную сумму мы уже не уложились, но для зимы, естественно, необходимы еще шапка, рукавицы и зимний пуховик. Вот этот набор стоит около 3000 рублей, на него тем более средств не хватает. А я напомню, прожиточный минимум в Красноярске теперь составляется по-новому на основе продуктовой корзины. Ее стоимость фиксированная 4426 рублей. Сумма непродовольственных товаров – это 50% от продуктовой корзины, то есть 2213 рублей. На эти деньги мы должны купить одежду, обувь, бытовую химию, лекарства. Чтобы понять, сколько красноярец должен потратить на услуги, нужно отнять от продуктовой корзины 40%. Коммуналка, транспорт и культурные мероприятия обойдутся в 2642 рубля. Плюс налоги 724. Вот и получается, в среднем житель Красноярска должен прожить на 10 тысяч 5 рублей. Виктория Столярова, Дмитрий Кутько, Афонтова, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...